Капитан, к вам Ларри Колтон. Нет, я уже получил то, зачем пришел. Твой отец был патриотом. Я здесь только, чтобы подписать все, что нужно, и уйти. Знаете, вряд ли я смогу позволить вам видеть тело. Я не видел отца 20 лет. Мне плевать. Я знаю, что он очень сильно тебя любил. Отец ненавидел меня. И вы это знаете. Просто из-за того, что вы здесь сидите, он уже завел на вас досье. Кто-то еще его ненавидел? Все его пять жен. Тысячи людей, которых он убил, и все, кто между ними. А, если бы мы только могли убивать их тысячами. Проблема с убийством врагов состоит в том, что невозможно проследить за ними после смерти. Мы просто хотим, чтобы семья знала, управление всегда у вас за спиной. Вы так это говорите, будто уже точите ножи, привинчиваете глушители, а ту иностранную шестерку, что убила моего отца. Хотите взять на работу? Приказ 11905 запрещает управлению вовлекать себя в политические убийства. Ладно, и на этой славной ноте вы увидели то, за чем пришли. Я думаю, здесь я сам справлюсь. Капитан Брас, до свидания, мистер Халлидей. Капитан Брас был убит. Менеджер сказал, что он все еще может быть в своем номере. Дверь открыта. Он мертв. Перевернули все вверх дном. Наверное, искали кассету. И его компьютер пропал. Диспетчер, это капитан Брас. У нас тут 4.19 в отеле Блю Сайрен. Вышлите подкрепление. И Коронера заодно. Немцы хотели, чтобы мы знали, что они не убивали Вэнса Колтона. В своей книжонке ты обозвал мою мать шлюхой. Написал, что я ублюдок. Еще одна твоя ложь. Она и была шлюхой. А ты для меня вообще не существуешь. Я иду рыбачить. Ларри умер, уверенный в том, что убил отца. Он послал нам рукопись, чтобы отвести от себя подозрения и повесить убийство на немцев.